Тариф на уставку первого разряда для оплаты трудоработников бюджетных организаций с 1 сентября повышают до 41 рубля. В Барановичах оборудуют новую кольцевую развязку на пересечении улиц Слонимского шоссе, Бодока и Крайней. Работа кипит. В Барановичах активно ремонтируют дорогу на улице Вильчковского. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Вести Барановичи». Тариф на уставку первого разряда для оплаты трудоработников бюджетных организаций с 1 сентября повышают до 41 рубля. Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что предложение правительства увеличить ставку первого разряда для бюджетных организаций поддержал президент Беларуси. Таким образом, увеличение составит 12,6%. Ранее действовала ставка в размере 36 рублей 4 копеек. В Беларуси вступит в силу новшество в оплате трудоработников бюджетных организаций. С 1 сентября тарифная ставка первого разряда будет повышена на 12,6%. С 36 рублей 4 копеек до 41 рубля. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам доклада главе государства. «Уровень средней заработной платы по стране за январь-июль составил 1055 рублей. Это те параметры, на которые мы планировали выйти по итогам года. Если средняя зарплата по стране будет продолжать расти, возможно, нам придется принимать еще какие-то решения по повышению заработной платы бюджетников до конца текущего года», – сказал он. Президент поддержал предложение правительства об увеличении тарифной ставки. Это еще один шаг на пути к выполнению поручения о том, чтобы зарплата бюджетников сохранялась на уровне 80% средней по стране. В целом, на повышение оплаты труда бюджетников будет направлено дополнительно 300 миллионов до конца 2019-го. Первый вице-премьер обратил внимание, что часть необходимой суммы будет покрыта за счет бюджетных средств, сэкономленных во время подготовки и проведения вторых европейских игр. Всего в бюджете остались неиспользованными 94 миллиона рублей. По поручению белорусского лидера, 80 миллионов из этой суммы будут потрачены на повышение зарплатной платы в бюджетной сфере. А оставшаяся часть пойдет на ремонт общежитий высших учебных заведений к началу учебного года. Срок отключения горячей воды на нескольких улицах Барановичей продлевается. Это связано со сложностями при проведении строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети в районе улиц Маяковского-Грицевца, который осуществляет стройтрест номер 25. Стесненные условия, погодные факторы, а также строительство теплосети в зоне прохождения городских коммуникаций – основные причины, которые влияют на время выполнения работ. В связи с возникшими сложностями, срок включения горячего водоснабжения переносится на 6 сентября. В Барановичах оборудуют новую круговую развязку на пересечении улиц Лунемска, шоссе Бодока и Крайний. Диаметр кольца составляет 25 метров. Это максимально возможный размер, более широкое установить здесь было попросту невозможно. Установленный дорожный знак указывает на то, что водители, движущиеся по кольцу, имеют преимущество в движении. В этом году темпы дорожного строительства в Барановичах впечатляют. На данный момент работы кипят сразу на нескольких участках. На улице Вельчковского меняют старое асфальтовое покрытие на новое. На Бресской идет обустройство тротуаров. Примерно месяц назад дорожная техника появилась и на Слонимском шоссе. Совсем скоро перекресток, который расходится в пяти направлениях, будет не узнать. Здесь начали обустраивать круговую развязку. Разговоры о ней шли давно, ведь движение здесь регулируется лишь дорожными знаками, что затрудняет ход транспорта. Особенно сложно водителям выехать с улицы Крайней. Пробки здесь обычное явление. Кольцо упростит проезд. Ведь, как известно, развязки с круговым движением популярны в разных странах, так как они более эффективны, чем перекрестки с полной остановкой и другие их виды. Работы на данном проблемном участке проводят специалисты предприятия «Барановича Римстрой». Уже видны четкие очертания будущего кольца. Обустроен внешний его радиус, установлены дорожные бордюры. На территории будущей развязки уложен свежий асфальт. Диаметр кольца составит 25 метров. Службами ГАИ согласован проект, который изготавливался специально под данный участок уличной дорожной сети. Так, автовладельцы, движущиеся по кольцу, имеют преимущество в движении. Позаботились и о пешеходах и велосипедистах. Обозначились дополнительные переходы. Один на Бадака, два на Слонимском шоссе. Все с пониженными бортами. В последнее время появление в нашем городе таких зебр – явление довольно распространенное. Также строительство развязки привело к изменению места остановки и общественного транспорта. Остановочный пункт пришлось отнести чуть дальше, так как он располагался максимально близко к кольцу. Следующий этап – оборудование развязки и благоустройство прилегающей территории. В Барановичах пешеходные переходы становятся ярче. В рамках мероприятий по организации безопасности дорожного движения специалисты службы уличного освещения городского ЖКХ установили дополнительные светильники на зебре перекрестка улиц Кирова и Озерное. Работы будут продолжены. Работа кипит. В Барановичах активно ремонтируют дорогу на улице Вильчковского. Старое асфальтобетонное покрытие было демонтировано. Рабочие приступили к укладке нового слоя. Последним этапом станет установка дорожных знаков и нанесение разметки. В настоящий момент у дорожных рабочих горячая пора. Сразу в разных концах города идет укладка нового дорожного полотна. Сейчас ведется ремонт дороги на улице Вильчковского. Идет замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Специалисты Барановича Ремстроя снимали его постепенно, частями, а теперь пришло время укладки свежего. После этого предстоит монтаж новых дорожных знаков и нанесение разметки. Сейчас на участке ремонта транспортной артерии работают много специальной дорожной техники. Бригада трудится допоздна. Стоит отметить, что водители с пониманием относятся к временным неудобствам, видя, какой комфортной и визуально широкой станет дорога. Это довольно востребованный участок как горожанами, так и приезжими. Рядом находится железнодорожный вокзал Баранович и Центральная. С появлением нового полотна жители и гости города смогут легко, а главное – безопасно попасть на станцию и другие социально важные объекты. Оценить разницу между старым покрытием и новым можно будет уже совсем скоро. Главное, чтобы дорога продержалась долго и не доставляла проблем после обильных осадков. Напомню, вместе с работами по ремонту асфальта на Вельчковского велись работы по обустройству тротуара и установке нового светодиодного освещения. 30 августа в выставочном зале Барановичского кровеческого музея начинает работу экспозиция восковых фигур, история и религия. Это уникальная возможность увидеть героев разных стран и эпох – покровительницы и небесная заступница земли Белорусская Ефросинья Полоцкая, новгородский князь и полководец Александр Невский, известные русские писатели Александр Пушкин, Николай Гоголь. Отдельным бонусом является воссоздание шедевра Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.